Всем привет, ребята! Меня зовут Лиза по батюшке Елизавета Дмитриевна, по матушке Юлевна, кому интересно. И сегодня китайцы решили ремонтировать в 9.30 в субботу что-то там на улице, поэтому на протяжении всего видео будет звук тррррр. Возможно, я наложу музыку, у меня нет другого выбора, поэтому записываем так, записываем в этих вот условиях сложных, да, сложных условиях. Все мы, ребята, с вами любим тесты. Мне кажется, все мы проходили тест, кто я из Винкс в пятом классе. Я очень надеялась, что я буду Лейлой. Это был мой любимый персонаж. Что? Она была моей любимой персонажкой, персонажем. В общем, Лейлу я любила, так сказать. И сегодня я хочу пройти, ну, более серьезный тест, потому что мы взрослеем, тесты все серьезнее. И сегодня я хочу пройти популярный MBTI-тест на 16 типов личности. И он, кстати, тоже как бы сконнекчен с Китаем, потому что в Китае это довольно популярный тест. У всех на этих сайтах знакомств написано, кто я, да, какой я тип личности. Если вы не знаете, что это за тест, в общем, это такой тест, который оценивает психологически человека, смотрит, на что он ориентируется в жизни, его слабые и сильные стороны, его там мотивации и так далее. Некоторые HR-ы даже используют это при приеме на работу, насколько я слышала этот тест. Результаты этого теста оцениваются по четырем категориям характеристик, я вам нашла. Извините, что-то запинаю язык, я просто проснулась 35 назад. И уже выгляжу вот так, как-то да, как будто сейчас пойду в дорогой ресторан. А следующие характеристики тут учитываются. Интроверсия, экстраверсия, но тут, мне кажется, вопрос уже не стоит, да. Дальше, ощущение или интуиция. То есть человек больше ориентируется на получение информации от органов чувств, да, от того, что он видит, слышит, чувствует или интуитивно полагается на себя. Дальше, мышление и чувство, понятное дело, опирается на рациональное мышление или решается с помощью эмоций. И суждение восприятия, то есть стремление к планированию, либо стремление действовать без предварительной подготовки. Каким-то образом это помогает людям определить, насколько с человеком будет там комфортно работать или что нужно будет учитывать при работе с человеком. Поэтому некоторые компании используют этот тест. И сегодня я хочу, ну, предложить нам с вами интерактивчик. Вы сейчас возьмете свои телефончики или компьютерчики. В общем, что-нибудь возьмете в руки и откройте тест. И мы с вами вместе его решим. И посмотрим, кто из нас кто. И вы напишите в комментариях потом ваш результат. Мне очень интересно. Мне очень интересно. И чуть-чуть побольше вы обо мне узнаете. Насколько я знаю, тут нужно отвечать долго не задумываясь. Но я хочу поразмышлять для видео. Да, и может быть какие-то вещи буду озвучивать дополнительно, чтобы вы побольше обо мне узнали. Запускаю запись экрана. Да, и мы тогда начнем. Будьте самими-собими, отвечайте честно. Узнайте, как ваш тип личности влияет на многие сферы вашей жизни. Станьте тем человеком, которым хотите быть с помощью наших дополнительных материалов премиум-класса. Но это нас не интересует. Нас интересует узнать, кто я. Итак, первый вопрос. Вы регулярно заводите новых друзей. Тут есть, получается, семь шкал. И вы должны как-то вот по степени решить, что вы делаете. Ну, на самом деле, я люблю заводить новых друзей, но в последнее время делаю это не часто. Написано, что нужно стараться избегать вот этой кнопки посередину, посередине, да. Поэтому я поставлю в сторону согласия, да. Но в последнее время я достаточно интроверсированная личность в этом плане и ни с кем особо новым не знакомлюсь. Хотя пытаюсь, но у меня не хватает сил. Вы проводите много свободного времени за изучением разных случайных тем, которые вас интересуют. Я не провожу много времени. Иногда, может быть, что-то увижу, но нет. Если вы видите, как кто-то плачет, вы легко можете почувствовать, что вам тоже хочется плакать. Это да. Я эмпатичная. Очень мне тоже становится грустно. Особенно, если я знаю, там, условно, ситуацию, почему человек плачет. И это действительно какая-то прям душесчипательная ситуация. Я могу тоже расплакаться. Или человек может даже не плакать, рассказывать мне что-то, а я все равно расплачусь. Потому что меня прочувствую, прочувствую вот это все. И поэтому мне иногда с нашей соседкой, вот, слышите? С моей соседкой мне иногда тяжело жить вместе. Потому что мы находимся в одной комнате, и если у нее что-то произошло, мне становится грустно. Я чувствую, как будто я... и мне грустно, и у меня что-то случилось. Тесты, конечно, вещи интересные, но, к сожалению, полноценно понять себя они не помогут. Очень часто я чувствую себя плохо и не всегда могу понять, почему. Вроде и жизнь тут наладилась, и кручусь, как белочка, туда-сюда. Но в какой-то момент я останавливаюсь и начинаю загоняться. Чувство одиночества, поступление в университет, очередное, визовые вопросы, сердечные дела, карьерные планы. Все это сменяет друг другу, тормошит мою несчастную душу. И кажется, что вот он, ответ, он лежит на поверхности, вот он, этот клубок проблем. Но чтобы распутать его и найти, в чем корень проблемы, нам часто нужна помощь специалистов. Распутать клубочки проблем вам помогут на Ясно. Сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Сервис гарантирует, что вы не встретите неквалифицированного специалиста. У каждого психолога есть профильное образование и, часто не одно, опыт и рекомендации от коллег. Все психологи находятся в супервизии, и сервис тщательно следит за тем, чтобы специалисты все время совершенствовали свои навыки и обменивались опытом. На Ясно при выборе психолога специальный алгоритм подберет вам специалистов, наиболее подходящих вашему запросу. А если на этапе подбора возникли проблемы, то вам помогут в службе поддержки. Расскажут про методы терапии, ответят на все ваши вопросы, ведь там тоже работают психологи. Переходите на сервис по ссылке в описании, записывайтесь на первую сессию, а еще не забывайте при регистрации на сайте вводить мой промокод Лиза, чтобы получить приятную скидку в 20% на первую сессию. Всем гармонии в душе. Вы часто составляете запасной план для запасного плана. Это да, как для тревожного человека, запасной план для запасного плана это жиза. Обычно вы остаетесь спокойным даже при сильном стрессе. Нет, не согласен. Я нестабильная. Ну как бы я могу мобилизоваться, мобилизироваться, как правильно, какое слово. Могу как-то собраться и что-то сделать, да, но меня внутри будет жестко колбасить. Я вообще точно, точно неспокойна в этот момент. На светских мероприятиях, на которые я не хожу, вы редко пытаетесь представиться новым людям и в основном разговариваете с теми, кого уже знаете. На светских мероприятиях. Думаю, что в последнее время я и правда, да, разговариваю с теми, кого я уже знаю. Сейчас окажется, что я стала интровертом за эти несколько месяцев, которые я не проводила этот тест. Ну, давайте скажем... Ммм, не знаю. Я могу представиться новым людям. Странный вопрос. То есть, скажите мне, можете ли вы ни сфига подойти к человеку познакомиться? Могу, но на светских мероприятиях... Смотря какое светское мероприятие... Ладно, я поставлю... Я... А как тут? Подождите. Согласен. Согласен. Ну, я напишу, что я не согласен. Не согласен, но на минимальной стадии. Вы предпочитаете полностью закончить один проект перед тем, как начать другой. Это точно, да? Когда у меня много каких-то проектов, я просто... Если мне накидывают там правки и задания по нескольким делам одновременно, у меня просто начинает закипать чайник, у меня начинает подтекать фляга, я начинаю просто сходить с ума и говорить, дайте мне, пожалуйста, спокойно закончить одно, я приступлю к другому. Вы очень сентиментальны. Я не прям очень сентиментальна, но я постоянно, например, плачу на мультиках. Поставлю согласен, но не в самой большей степени. Вам нравится использовать организационные инструменты, такие как расписание списки, да? У меня каждый день расписан, причем я расписываю не в электронном формате, мне нравится именно писать в блокноте. Даже небольшая ошибка может заставить вас сомневаться в своих способностях и знаниях. Это правда, это правда, согласен, согласен. Я очень... Меня легко, так сказать, поколебать мою... Мою веру легко... Моя вера непоколебима, а моя наоборот, колебима. Легко колебать мою веру, в общем, в себя. Кстати, мне кажется, эти результаты теста могут жестко отличаться в зависимости от того, в каком состоянии находится человек. Вот сейчас я просто эмоционально вымотана и устала, и поэтому... Ну, камон, ребята, третье видео на YouTube за неделю. Вы чувствуете себя комфортно, просто подойдя к человеку, который вам интересен, завязав с ним разговор. Это правда. Это правда, я могу подойти спокойно. Я буду переживать, волноваться, но я все равно подойду, и в моменте я буду чувствовать себя уже спокойно. У меня вообще есть такая особенность. Я волнуюсь вот обо всем ровно до того момента, пока я вот не попаду в место, где все будет происходить. То есть, условно, мне нужно там прийти в университет, не знаю, в офис, что-нибудь спросить. Я буду волноваться, пока иду до офиса, но когда я зайду в офис, я перестану волноваться. Когда я иду на свидание, я волнуюсь ровно до того момента, пока человек ко мне не подошел. Дальше я уже не волнуюсь. Я волнуюсь, пока не увижу обстановку. То есть, я иногда даже смотрю фотки, место, в которое я иду, как оно выглядит внутри, и это меня успокаивает. А, пытаюсь, наверное, держать контрольную ситуацию, как будто я уже все знаю, во всем разбираюсь, и меня ничем нельзя будет удивить. Вы не слишком заинтересованы в обсуждении различных интерпретаций и анализов творческих работ? Я, может быть, бы и заинтересована, но у меня не хватает сил это изучать, поэтому давайте поставим, что я не слишком заинтересована. Вы склонны больше полагаться на свой разум, чем на сердце? Я не знаю. Смотря в какой ситуации, смотря в какой ситуации, но, наверное, я больше слушаю свое сердце. Если бы я не слушала свое сердце, меня бы сейчас, наверное, здесь не было. Но при этом разум помогает мне дальше. Когда я слушаю сердце, и разум понимает, что сердце, в принципе, правильную вещь говорит, уже разум начинает помогать мне выстраивать планы, схемы, вот это все. Ну ладно, я думаю, что сердце у меня все-таки на первом месте. Но поставлю вот так. Обычно вы предпочитаете делать то, что хочется в данный момент, а не следовать определенному распорядку дня. Обычно, да, я предпочитаю делать, что мне хочется в данный момент, но в последнее время, когда какие-то сроки поджимают или когда я чувствую, что мне нужно что-то сделать задел на свое будущее, да, может быть, мне сейчас что-то не хочется делать, но это в будущем мне принесет пользу, я все-таки следую своему распорядку и делаю все свои дела по плану. Давайте поставим... Вот так. Вот так поставим. Как бы согласен, но не совсем. Вы редко беспокоитесь о том, производите ли вы хорошее впечатление для людей, которых встречаете. Я нередко беспокоюсь об этом, поэтому поставим не согласен. Все-таки для меня это важно. Для меня это важно, как и для блогера. Ну что мы, о чем вообще говорим? Я вот сейчас чем занимаюсь вообще? Произвожу впечатление, правильно? Вам нравится участвовать в групповых мероприятиях? Вот что это за групповые мероприятия? Если это урок танцев, то мне нравится. Если это какое-то групповое мероприятие от университета, какой-нибудь квиз, мне не нравится тогда. Все-таки я больше направлена на какие-то индивидуальные занятия. Давайте вот так. Вам нравятся книги и фильмы с открытой концовкой, которые вы можете интерпретировать по собственному усмотрению? Нет. Нет. Мне нравится, когда все понятно. Иначе я иду читать, и там написано, что режиссер оставил нам пространство для мыслей. Я думаю, ну блин, ну лучше бы вот он сказал, что там как закончилось. Не люблю я вот это вот все додумывать, все хочется как бы. Но я на самом деле смотрю, знаете, что в основном? Триллеры какие-то и фильмы ужасов. Все. Вот в основном я смотрю это, меня расслабляют такие фильмы. Ваше счастье больше зависит от помощи другим достигать своих целей, чем от достижения собственных. Нет. Нет. Это неправда. Это неправда. Я все-таки достаточно эгоцентрична в этом плане. Я сосредоточена на своем. Но это интересно. Там есть такой тип личности. Консул, по-моему. У меня он выходил несколько раз. Там что-то направлено на альтруизм какой-то. Вот почему-то он не выпадал в какие-то моменты. Хотя я никогда вот не отвечаю тут, что я там... Не даю тут, короче, никаких альтруистичных ответов. Вам интересны столько вещей, что трудно выбрать, что пробовать дальше. И это правда. Всегда очень сложно в разнообразии мира понять, чего вообще надо мне. Вы склонны беспокоиться, что ситуация станет хуже? Да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. В нашем мире, в нашем мире современном, примерно с 2019 года, я склонна беспокоиться, что ситуация станет хуже. Вы избегаете лидерских позиций в группах. Я их не избегаю, но я к ним и не стремлюсь. Вот скажем так. Мне проще быть хорошим исполнителем, на самом деле, чем лидером. Вы точно не артистичный тип личности. Ну, ребята, не согласен. Не согласен вообще. Вы думаете, что мир был бы лучшим местом, если бы люди больше полагались на рациональность и меньше на чувства? Мир, может быть, и был бы лучше, но мир был бы скучнее. Вот так. Вы предпочитаете сначала сделать домашние дела, а потом уже отдыхать. Что такое домашние дела? Я вообще практически не делаю домашние дела. Я практически... Я не готовлю здесь, практически не убираюсь. Тот за меня убирает. Смотри, какие домашние... Для меня домашние дела это видео снимать. Это вот домашние дела мои. Я вообще не лежу, не смотрю никакие сериалы. Ютубы, дай бог, там одно видео в день какое-нибудь перед сном. И вообще, можно сказать, у меня нет времени помаяться дурью. Я так хочется иногда. Ну, наверное, я предпочитаю... Если у меня все-таки есть какое-то дело, я предпочитаю немножко отдохнуть вначале. Вам нравится смотреть, как люди спорят? Ну, а кому не нравится, знаете, просто взять попкорн и немножко поглядеть? Почему нет? Вы стараетесь избегать привлечения к себе внимания. Ну, не согласен, конечно. Блогер привлекает к себе внимание и хочет привлечь к себе внимание. Ваше настроение способно очень быстро меняться. Ну, давайте поставим, что согласен. Типа вот так. Вы теряете терпение к людям, которые не так эффективны, как вы. Да. Особенно, если нам нужно что-то делать в команде. Согласен. Эйчары, которые меня смотрят, все поняли. Вы часто делаете дела в самый последний момент. Да, да. Ну, не полностью, конечно. Я стараюсь какие-то все-таки дедлайнчики соблюдать, но часто у меня все остается вот прямо в последние числа. Вас всегда интересовал вопрос о том, что происходит после... После кончины, если вообще что-то происходит. Ну, конечно, да, согласен. Я надеюсь, что мы все с вами реинкарнируемся. Ну, наверное, я не знаю. Ну, конечно, можно реинкарнироваться случайно в какую-нибудь крысу или в муравья. Ну, ну, а что? Лучше, чем ничего. Правильно? Обычно вы предпочитаете быть в одиночестве других людей... Ой! Обычно вы предпочитаете быть... Это я оговорчиком Афрейту. Быть в одиночестве вокруг других людей. Среди других людей. Потому что даже среди людей я чувствую себя одинокой. Обычно вы предпочитаете быть в обществе других людей, а не в одиночестве. Вообще, я люблю быть одна, но люди мне тоже нужны. Где-то раз в неделю точно. Ну, давайте поставим вот так. Вы устаете или теряете интерес, если разговор становится сугубо теоретическим? Вот этот вопрос, вот эти вопросы так вот так поставлены, мне непонятно, что за сугубо теоретический разговор? Что за... Что такое сугубо теоретический разговор? Я поставлю серединку, я не знаю, как ответить. Вы способны легко сопереживать человеку, чей жизненный опыт сильно отличается от вашего? Ну, да, думаю, я достаточно эмпатична. Может быть, не целиком, да, но... Обычно вы откладываете принятие решений настолько долго, насколько это возможно? Нет, я стараюсь как можно быстрее принять решение, потому что для меня непринятое решение это хуже любого решения, принятого или непринятого, правильного или неправильного. Для меня вот этот мучительный поиск решения это самое худшее, что есть. Вот в эти моменты я реально начинаю чувствовать что я схожу с ума. Для меня проще вот что-то уже придумать и все. Так что я не согласен. Я сразу решаю для себя. Нет, если я уже настроилась, я ничего уже не пересматриваю. Я уже делаю. Я уже все делаю. Ну, так поставим, да. После длинной утомительной недели оживленное светское мероприятие это именно то, что вам нужно. Не все равно. После длительной утомительной недели я уже все что угодно хочу. Главное, чтобы для меня длительная утомительная неделя это когда я без продыха учусь, встаю в 6 утра, потом снимаю видео целыми днями, как последние две недели. При этом я еще всю прошлую неделю условно ездила в больницу. Вот для меня либо с кем-то пообщаться, просто посидеть, потупить и ни о чем не думать это самое лучшее. Либо просто фильм посмотреть самое лучшее. В общем, пофиг мне. Что? Согласен. Вам нравится ходить в художественные музеи? Ну, мне не то, чтобы оно нравится, не нравится, как бы нравится, но я не фанат прям. Вам часто бывает трудно понять чувства других людей? Мне не трудно. Я, я эмпат. Вам нравится иметь список дел на каждый день? Да, я пишу. Я пишу, расписываю. Все, у меня в блокноте. Вы редко чувствуете себя неуверенно? Не согласен. В Китае я все время чувствую себя неуверенно. Вы стараетесь избегать совершать телефонные звонки? Да. Еще ни одного, нет, один раз я приняла телефонный звонок, по-моему, в Китае, и все. На этом все. Вы часто проводите много времени, стараясь понять точки зрения, которые сильно отличаются от ваших? Ничего я не... Нет, я как бы стараюсь иногда понять, но я не провожу много времени за этим, да? В своем эссенциальном кругу вы часто являетесь тем человеком, который связывается с друзьями, назначает встречи или мероприятия? Ну, нет, но я могу быть инициатором какой-то там поездки и так далее, то есть... Я могу, но я... Могу связаться, да, могу назначить, но организовывать, думать, куда мы пойдем и что будем делать, мы будем все вместе. Если ваши планы нарушены, вы стараетесь как можно скорее вернуться в привычное русло. Да, это правда. Вас все еще беспокоят ошибки, которые вы совершили много лет назад. А я не думаю, что я ошибалась много в этой жизни. Все мои ошибки, да, если они даже были, они перевели меня туда, где я есть. А там, где я есть, меня вполне устраивает, где я есть, правильно? Ни о чем не жалею, вы ни о чем не жалеете. Это ваш путь. И то, что уже совершено, ну, вы не можете никак поменять. На тот момент, когда вы совершали вашу ошибку, вы думали, что вы делаете все правильно. Либо вы понимали, что делаете неправильно, но у вас была причина поступить неправильно. Вы редко задумываете о причинах существования человечества и смысле жизни. Не согласен. Я был до этого вопрос, и я об этом с 8 лет задумываюсь. Или со скольки там, с 11, в общем. Ваши эмоции контролируют вас больше, чем вы их. Да, скорее, скорее вот так вот, да. Вы очень стараетесь не выставить людей в плохом свете, даже если это полностью их вина. Я не знаю, как ответить, потому что я не понимаю. Приведите мне пример, даже если полностью их вина. Что их вина? Что они сделали? Чашку разбили? Или кого-то, это, кокнули? Ну, как бы, если чашку разбили, то, конечно, я не буду выставлять в плохом свете. Короче, вы поняли. Не поняла ничего я тоже. Я ничего не поняла, вы поняли? Ваш личный стиль работы больше похож на спонтанные всплески энергии, чем на организованные последовательные усилия. Ну, всплески энергии, просто всплески энергии, это правда. Я стараюсь планировать, но очень часто я делаю что-то на низкой энергии, так скажем. На низком уровне энергии. То есть, у меня все, да, нет, у меня организовано все, ну, понимаете, у меня, ну, что это такое, я ничего не понимаю. Так, давайте вот так поставлю, вот согласен, но как бы вот так. Ничего не понимаю, я ничего не понимаю, ребят. Когда кто-то о вас высокого мнения, вы прикидываете, сколько времени у него займет, чтобы вас разочароваться. Так, этот вопрос я ставлю, но отстейтед, как тут сказать. True, false, not stated. Вам понравилась работа, где большую часть времени нужно работать в одиночестве? Ну, в принципе, да, я это и делаю, в принципе, но мне и с другими работать нравится. Ну, давайте вот так, наверное, поставлю. Вы считаете, что задаваться абстрактными философскими вопросами — это пустая трата времени? Нет. В чем смысл жизни? Это абстрактный философский вопрос? Задаюсь этими вопросами и думаю, зачем оно все? Зачем? Ну, вот так поставлю. Вас больше тянет в места с оживленной шумной атмосферой, чем в тихие уединенные места. Нет, меня больше тянет в тихие уединенные места, на самом деле. Вы с первого взгляда понимаете, что чувствует другой человек. Ну, в целом, в целом, да. Вы чувствуете себя подавленной. Сейчас? Есть немного. Есть чуть-чуть. Вы выполняете дела последовательно, не пропуская ни одного шага. Не всегда. Не всегда. Вас интригует тема, которая считается спорными. Ну, а кого они не интригуют? Правильно. Вы бы отказались от хорошей возможности, если бы считали, что кто-то другой нуждается в ней больше. Кто-то, кто вообще ответит «да»? Может, кто-то и ответит. Хорошая возможность. Если бы считали, что кто-то другой нуждается в ней больше. Что это за возможность? Я не знаю. Смотря какая ситуация, опять же. Ну, ладно, представим, что это условно оффер на работу. Конечно, не согласен. Вам трудно укладываться в сроки. Мне... Мне... Я укладываюсь. Едва-едва, да, но укладываюсь. Вот так вот. Вы уверены в том, что у вас все получится? По факту. О, уже результаты сейчас будут. Тренер! Тренер! Когда я первый раз проходила... Когда я первый раз проходила этот тест, два или три года назад, мне выпадал тренер, а дальше мне выпадал консул. Дважды. Вот так было. Тренера — это вдохновляющие оптимисты, готовые сразу действовать, чтобы сделать то, что считают правильным. Я экстраверт. 56%. На 56% экстраверт. Экстравертные личности охотно наслаждаются групповой деятельностью, ценят социальное взаимодействие. Склонны проявлять внешний энтузиазм и выражать свои эмоции. Но это правда? Ну, всего 56%. То есть я не на 90% экстраверт, как вы понимаете, а всего на 56%. Интуитивные. 61%. Интуитивные личности обладают богатым воображением, а они открыты для нового, любопытны. Они ценят оригинальность и фокусируются на скрытых смыслах, отдаленных возможностях. Ну, что правда, то правда. Тоже 61%. То есть большого перевеса у меня нет. Опять небольшой перевес. 56% принципов. Чувствующие личности ценят эмоциональное выражение и чувствительность. Они придают большое значение эмпатии, социальной гармонии и сотрудничеству. И 69% планирующие. Ну, тут как бы выпала вот эта моя часть, да, вот это вот про расписывание всего на свете. Решительный, основательный, высокоорганизованный. Ценит ясность, предсказуемость, завершенность, предпочитая структуру и планирование спонтанности. Осторожный. Ну, конечно, и осторожный. Конечно, и осторожный. Тревожный человек. Мне тут должно быть 95%, а не 71. Неуверенный в себе, чувствительный к стрессу. Чувствует неотложность своих эмоций, склонный к стремлению к успеху, профессионизму, самосовершенствованию. Это я. Ваше дыхание может различать любовь или погружать комнату в депрессию. Ваш взгляд может пробудить радость, ребята. Я пробуждаю вас радость. Ваши слова могут дышать свободой, каждое ваше действие может раскрывать умы и сердца. Тренеры являются природными лидерами. Вот я не согласна, что я какой-то природный лидер. Хотя я не знаю, вот считать, вот я лидер своего канала, вот считать, что я лидер, а вы, а вы за мной идете. Куда-то. Я не знаю, куда. Ребята, я не знаю, куда мы идем. В полной страсти и харизмы составляя всего около 2% населения, эти люди встречаются среди наших политиков, наших тренеров, тренеров, для всех, кому нравится ударение, наших наставников. Они распространяют влияние и вдохновляют остальных на достижения во имя лучшего мира, улучшения мира. Тренеры от природы уверены в себе, не согласны, и указывают влияние на людей. Они с гордостью и радостью демонстрируют другим, как улучшить самого себя и мир вокруг. Ну, смотрите, в чем цель моего, в принципе, моего канала, да? Многие пишут, что я их мотивирую, мотивирую на что-то, на изучение языков, например, да? Но я же мотивирую, получается, как улучшить самого себя. Получается, я... Получается, я тренер! Огромная способность к рефлексированию и анализу собственных чувств, но если они слишком сильно завязаны, то в другом человеке у них может развиться нечто вроде эмоциональной ипохондрии, и не только эмоциональной, ребята. Они начнут видеть проблемы других людей самих к себе, пытаться исправить себе нечто, что на самом деле не требует исправления. Неудивительно, что среди многих знаменитых людей типа тренер находится президент. Ну вот тут сильные стороны лидерства, эмпатия, креативность, альтруизм, слабое переутомление, зависимость от одобрения, идеализация, эмоциональная нестабильность. Ну это я, сфера деятельности для типа людей меня. Учитель. Ну, кстати, мне кажется, я могла бы быть учителем. Могла бы быть. Психолог. Ну, конечно, мама мне всегда говорила, тебе надо было на психолога идти. Менеджер. Это я, кстати, тоже считаю, что у меня получилось бы. Социальный работник. Журналист. Актер. Актер. Ну вот, будем считать, что я реализовала последнюю, так сказать, сферу. Так, ребят, а вы кто? Пишите в комментарии, кто вы у нас. Со мной все понятно. n-a-f-g n-a-n-f-g это я. Надеюсь, вам было интересно. Может быть, чуть-чуть побольше нового обо мне узнали. Вместе мы с вами прошли этот тестик. Может быть, вы давно хотели пройти, а все, что-то лень было. Вот мы с вами вместе и прошли. Вот. Большое всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых роликах. Совсем, совсем скоро. Всех вас обнимают, целую, да. А на сегодня у нас да, все. Всем желаю хорошего вечера. Утро, дня, ночи. Говорю вам за день, что по-китайски значит до свидания. Удачки. Всего доброго, хорошего и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok